О молодом олене? Ну да, об олене. О молодом олене. Так. Преетерия капут хабес корнебус альтис арнатум, и тамен сик канум латратум аудис пратинус курис. Так, хорошо, да. Помнишь, у нас было слово инквит, а вот здесь слово аид, но оно прям то же самое означает, сказал, да, аид, видите? Да, молодой олень, ну, оленю, видимо, не молодому. А, патри, оленю, ну, отцу, что ли, да? Ну, отцу твоему оленю, они же все олени, да? Ну, от оленей, отец оленей, да, значит, молодой оленей, то есть отцу оленю говорит. Мы бы тут дефис поставили, да, отцу оленю, ну, такой. Отцу оленя говорит, а сик, что такое сик? Так, ну, так, так говорит. Что же он говорит? О, отец. Ну, ты больше собак. Так, а что такое с? Ну, с – это глагол сум, да, ну. Да, да, да. Второе лицо, единственное число. По-гречески эй, да, главное с немецким языком не перепутать с. Да, это второе лицо глагола быть, это не оно, да? Ты есть, да, ты есть, да, 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 пожалуйста. Ты есть мультомайер, чем каннибус, да? Ну, да, намного больше, чем собаки. Ну, в смысле, крупнее, чем собаки. Педум – это, наверное… Да, глагол, глагол, прайстас. Так. Сразу вбивайте, прям, как написано, да, вам поможет, поможет в арестке. Райстас, и ты, ну, так, ну, ты превосходишь. Да, превосходишь. Чем, смотрите, это, ну, квалитатионис, наверное, да, или релатионис, наверное, да, келеритатис, да? Келеритас, помните такое слово, келеритас, третье склонение? Келеритас, келеритатис. Скоростью, ну, быстротой, быстроногость, может быть. Быстротой чего? Ну, тут, может быть, быстроногость, естественно, наверное. Ну, тут есть слово, поэтому. Ну, да, скоростью, скоростью ног. Конечно, а в чем проблема? Конечно, да. Тут второго толкования не может быть. О, отец, ты гораздо больше, чем собаки, и превосходишь, к тому же, мало того, что ты крупнее, чем собаки, так ты еще превосходишь, прайстас, быстротою, чего быстротою ног. Пэдум, какой это подержит? Аблатив? Ну, как уже там, не надо на угаду говорить. Пэдум генетив. Пэс, пэдис. Пэдум – это генетивус плюралис. Называйте полностью, не говорите генетив, говорите генетивус плюралис, ладно? Угу. Быстротою, ну, у него же не одна нога, да, у оленя, но четыре ноги. Быстротою ног, да? Так, дальше. Да, прайтерия – это, кроме того, имеешь голову. Кстати, голову, с головой еще аурнатом согласовано, да? Это украшенную, да? Ну, лучше передаточными, конечно, которая украшена, ну, хотите сказать, или можно сказать просто украшенную, или которая украшена, чем? Которая украшена, альтис, ну, высокими, да, большими. Ну, длинными, высокими. Длинными рогами, да. Да, это тамен, это тамен. И, ну, однако. Но, тем не менее, несмотря на все это, да, однако, да? Если... Не надо передаточное, подождите, давайте, главный, да? Главный глагол. Куриц. Да. Но, ну, убегаешь, ну, бежишь. Да, протинус, протинус. Наречие. Протинус, наверное, прочь. Нет, у протинуса значение тут же, тут же. Немедленно, да. Немедленно убегаешь, и, однако, ты немедленно убегаешь, если, а вот теперь передаточный, если? Если услышишь... Если слышишь, просто. Да, если слышишь, собак... Ну... Думаете, это блюралит, да? Нет, я просто ищу, ну, наверное, если услышишь, латратум, латратум, лай собак, собаки. Лай собак, да? Лай собак. Вроде бы так написано, да? То есть где прямое дополнение от глагола? Тут не прямое дополнение, да? Тут у нас, смотрите, у аудио, если ты именно голос... Если кто-то слышит именно ушами, не слышал какой-то слух, говорят, что, да? А и прям ушами, ушами что-то слышат, то у него будет генитивное управление. Ты слышишь? Аном латратум. Вот так. Только давайте поймем какое-то время. Ой, извините, число. Ну, число множественное, но... Канум, да? А генитивный плюраль? Я думаю, что да. А канум это какое-то что-то определить, форма определить? Канис? Собака? Собаки, ну, в смысле... В чем вопрос? Канис. Форму слова определите, канум. Мужской род? Все, да. Форму слова не определили. Что еще включает в себя форму? Поддерж и число. Самое главное, вы не сказали. Мужской род, родительный поддерж, множественное число. Ну, генитивус плюральс. Вот я жду от вас, что вы скажете. Генитивус плюральс, да? Ну, да. Я сказала, может, не слышно было, да. А, ну, я глухой, конечно, я не слышал. Да, смотрите. То есть, получается, у нас вот управление генитивное, да. То есть, аудис, а после него не акузатив, как мы могли бы ожидать, а генитив. И у нас два генитива, да. Канум это генитивус плюральс от слова собака, канис. А латратум это лающие. Лающих, да. Если ты слышишь лающих собак. Так, это причастие, я думаю, что это причастие от латро. Только почему-то тут одно у, а не два у. Михаил, а можно ты просто акузатива от латратус? Если ты слышишь лающую акану. Лай собак, лай собак. Подожди, а латратус это же что, лай лазви? Это же прилагательное лающий. Есть лай в словаре. Есть, да. А, тогда я был неправ, извините, Варвара. Значит, получается, что если ты услышишь, тогда это не генитив, тогда это акузатив, а это посвящен, генитивус посвящен. Если ты услышишь лай собак, да? Вот это все равно генитивус плюральс. Так, можете все подытожить еще раз, Варвара? С самого начала, да? Да, у молодого оленя, да? Да. Молодой олень так сказал отцу оленю. О, отец, ты намного больше собак, ну, крупнее. Да. И превосходишь скоростью, быстротой ног. Кроме того, имеешь голову, которая украшена высокими длинными рогами. Но, однако, если услышишь лай собак... Слышишь настоящий... Да, да, если слышишь лай собак, тотчас убегаешь. Да. Так, и кто-то читает до конца, к чему? Ну, почему не остановишься? Почему не останавливаешься? Да. Ну, и... Противляешься, наверное, да? Ну, противостоишь, да, и не... Ну, бьешься. И не сразу, а... И ты же такой большой, у тебя там рога такие, да? Почему ты не противостоишь, и почему ты... Второй раз, но он не написан, но оно подразумевается. Почему ты не сражаешься? Так и дальше. Тогда, ну, олень как бы смеется. Нет, не смеется. Ребенос, какая часть смеется? Ну, это причастие, да, олень, который смеется, отвечает, говорит. Можно так сказать. Тогда олень со смехом говорит. Сказал. Со смехом сказал, да? Со смехом сказал. Смеясь сказал. О... Ну, о мой сын. Да, смотрите, ми – это вокатив, имейте в виду. О мой сын, да? Ну, и Фили тоже вокатив, естественно, да? О мой сын. Талис. И да, я просто думаю, как это словосочетание перевести. Такова... Как мы по-русски это называем? Я просто не помню. Кондикио. Ну, положение вещей мы просто говорим. Ну, положение вещей. Такой закон природы мы говорим. Да, закон природы. Буквально тут написано, таково условие природы, да? Ну, или участь. Ну, участь – так уж устроена природа. Талис – это таковая по качеству, да? Таковая по качеству, таковое по качеству условие природы. То есть так уж устроена жизнь вообще, говоря, мир так устроен, да? Продолжение следует...